На велосипеде до Черного моря с рюкзаком на Эльбрус, прямо с лежака на Килиманджаро или с головой в Северный Ледовитый. Легко! На прошлой неделе мы познакомились с удивительным героем, который последние несколько лет вместе с другом ставит необычные рекорды, проверяет, на что хватит силы здоровья. Следующий пункт назначения – станция Борнео. Смотрите прямо сейчас. Борнео существует лишь полтора месяца в году, когда в Арктике уже царит полярный день, но солнце еще недостаточно горячо, чтобы растопить лед, на котором располагается лагерь. До Северного полюса отсюда около ста километров, которые вертолет преодолевает за полчаса. Около месяца Дмитрия с товарищем готовили к командировке. Едва надев красивую арктическую униформу, они были готовы на все. База Борнео – это такое уникальное техническое сооружение. На дрейфующем леду, когда строится с нуля палаточный городок, обслуживается этот палаточный городок, рассчитан для международного туризма, экстремального туризма, научных работ. Ну, соответственно, мы все такими глазами все это видели. Сон не шел, сжать не хотелось, только вот эмоции переполняли. Любая работа, сверхурочная, все уже спят, ребята, нам что-нибудь поделать, туалет построить, иглу сделать, снег почистить. То есть, отдыхайте, вам еще месяца пахать. Нет у нас дрейфа такой прям. Рутинные, казалось бы, работы. Снег привезти, для кухни лед срубить. Но все при появлении самолета бегут навстречу, чтоб его ловить. Таких людей, встречающих весну на макушке планеты, во всем мире наберется человек 200. Правда, дома, с улыбкой, говорит Дмитрий, не все понимают удовольствие спать под открытой форточкой зимой. Сколько можно? Я забыл. А мне хорошо. Не могу. Честно говоря, за неуемным оптимизмом, легкостью и неизменной улыбкой не сразу разглядишь серьезного главу семейства и отца двух взрослых и тоже по-своему талантливых детей. Как глава семейства Дмитрий поддерживает два неизменных правила. За столом и в выходные все собираются вместе, а награды не убирают в дальний ящик. Вот стена гордости сына. Это же твоя гордость, ты должен тебя, ну, как бы, гордиться там. Друзья приходили, там подружки, все, о, что это такое там, Миша. А это главные награды нашего героя. Свидетельство о подъеме на Килиманджаро, счастливый 27-й номер, диплом, который вручил сам Ричард Донован. Мне очень дорога вот эта вот награда, полученная по прошествии двух лет. То есть я еще пробежал марафон международный, занял призовое место на Северном полюсе. То есть я всего второй россиянин на всю историю. А что за марафон? 42 километра, 195 метров. Бег на льдине. Всего две секунды Дмитрию не хватило до серебряной медали. По сравнению с такими достижениями, боевое крещение на Борнео, ныряние в прорубь, сущий пустяк. Мы туда прям еще, она еще не готова была, мы что, уже залезли, там еще воду не налили, но мы уже сидим там в этой трусах. Наши друзья, которые никогда не видели холода, и те были прям вот, лезли в эту вот такая маяну. Полярники шутят, что снежная королева соперниц не любит, оттого и привечает именно мужчин, сильных духом и крепких телом. Арктика ошибок не прощает, и несмотря на дух авантюризма, забывать об опасности не дает. Ай да, Борнео, сказка среди льда и снега, ты манишь к себе волшебной рукой красивых людей и смелых. С горами Афганистана не сравнить. Именно там, где-то на границе, родился Дмитрий Мамадалиев. Его первое путешествие по миру началось с переезда родителей в Сибирь. В горной шоре вокруг, то есть чистейшие реки, тайга, леса. Ну, единственное, отец не был охотником, но вот грибы, ягоды, все вот эти шишки кедровые, рыбалка, это все было в нашей жизни. Мы занимались спортом, самбо. У нас тренер был в этом плане одержимый человек. То есть на летний период он нас всех собирал, ребят, и с собой в лес. Мы по речкам сплавлялись, там так же на неделю, на две какие-то походы устраивали. То есть было интересно. Как шутит сам Дмитрий, отсутствие интернета, планшета и телефона сделало из его поколений хороших людей, которые с удовольствием занимались спортом, посещали миллион кружков и старались научиться еще чему-нибудь. Родители, спасибо им, а мы же когда маленькие не понимаем этого, не хочу, не буду, а вот надо, потом вырастешь, поймешь. А сейчас просто надо. Ну вот надо, надо. Вот ходил там по клавишам долбил, там в какие-то кружки, в секцию, в самбо занимался. Дошел до кандидата-мастера спорта. Э, марки собирал, музыкой занимался, робототехникой занимался, спортом занимался. Что-нибудь такое? Авиамоделирование. В ансамбль играл. По свадьбам ездили, деньги заработали, ну то есть как-то, знаете, все это было. Хобби всегда какое-то было. А затем поехал в Среднюю Азию поступать в Ташкентское Суворовское училище, где на тот момент уже учились братья. А давай, говорит, у нас будут три дурака тут в одном заведении. Ну давай, мы-то всех на уши поставим. Ну не вопрос. Я приехал, мы поступили и так получилось. Вот у нас три брата с одной фамилией на разных факультетах. То есть мы так, двое ребят с золотой медалью закончили, ну я там с хорошими оценками. То есть все спортивные мероприятия, все культурно-массовые, все только с помощью нас проходило. Отбор в Рязанское воздушно-десантное тогда был суровый. Разнарядка семь человек из училища на одно место. Он просто не имел права вернуться. Я был один из города человек. Городом, сто тысяч населения. Вот кто вот поступает. Да ты не поступишь, ты что там. Ты маленький там. Ну да, ты там, может, спортсмен. Там берут высокие, все здоровые, красивые должны быть. Постой, понял. Бо-бо-бо. Ну и вот сам себе там упирался. Ну, в общем, поступил. Так с пограничным для поступления ростом Дмитрий попал в ряды десантников, где и познакомился с закадычным другом Сашкой. Вот уже два десятка лет. Не ради славы, а исключительно удовольствия. И для они не перестают удивлять окружающих своим образом жизни. В палатках, то есть, ну, в полевых, все это, он рядом храпит постоянно. То есть, все это как-то так и прошло. Наверное, не все в деньгах измеряется. То есть, проходит время, хочется чего-то увидеть. Дом, работа, работа, дом, там, дети. Ну, да, вроде как все. А не хочется ведь как все. Хочется что-то, какую-то свою дорожку там натоптать, тропинку. Сегодня Дмитрий Мамодолеев – начальник той самой станции, на которую еще недавно они с другом приезжали разнорабочими. Территория неизвестности зацепила не на шутку. Все-таки это международный туризм, это логистика сложная, удаленность, требует немного какая-то автономность. В 2014 году впервые в истории наши десантники прыгали в точку полюса. Через год база Борнео торжественно встречала уже содружественные страны. Это уже не экстрим, а геополитические задачи государственного уровня. То есть наши возможности и желания государства, и Арктика все-таки становится такой ареной уже битвы, довольно-таки серьезной. И мы вот как бы в этот момент оказались в нужном месте. То есть мы как бы как экспедиционный центр передаем опыт полярников в условиях, в сложных условиях, в желании нашим военным друзьям. Когда за спиной выстроен крепкий фундамент, легко покорять весь мир и открывать в самом себе новые возможности, сказал он в одном из интервью. Правда, 20 лет назад его верная спутница еще не подозревала, что придется делить любимого мужа с белыми медведями. Старший сын идет пока по папиным стопам. Дошел до кандидата в мастера спорта и сейчас курсант ВДВ. Так получилось что-то. Мы его не заставляем. Дочке всего 12, но, пожалуй, только ей лучше всего удается присмирить неумолимость папы в вопросах семьи и воспитания. Сейчас сын уже отдыхает в армии, у него там свой, свой кружок интереса сложился, да. Свои лагеря там у него, палатки, да. Дочка у нас ездит к бабушке, бабушка на море живет. Родители переехали из Сибири, там вышли на пенсию. Плюнули на эти холода, там все. Мы ехали в Таманье, в тепле, там по два рожая в год собирают. А вот Дмитрий собирает впечатления. Горы, Африка, Припять, Северный Ледовитый океан – мало ли на земле мест, где можно испытать себя. Лучше отпустить, иначе вынесет мозги там сюда, езжать. Образ жизни Дмитрия Мамодолеева – прекрасный пример того, чем можно заняться, когда дом построен, сын уже вырос, а сажать деревья на приусадебном участке наскучило. И мы желаем ему новых, незабываемых впечатлений и побед над самим собой. Субтитры подогнал «Симон»!